Друзья, всем привет! Большое спасибо, что зашли на мой канал и смотрите это видео. Сегодня у меня было очень мало времени снять видео, потому что у меня очень много происходящих дел, очень много будущих дел. Если вы не знали, 7 марта у меня будет день рождения, поэтому я сейчас себя немножко в мыле. Но видео я хотела снять, и, конечно, это видео хотела снять на весенний макияж. У нас за окном полная жесть, у нас пошел сегодня снег, теперь все растаяло, сейчас половодие. Тем не менее, по календарю мы уже точно живем в марте, это не может не радовать. И поэтому мне хотелось снять весенний макияж. И что такое весна? Это всегда что-то новое, это ощущение свежести. И как раз-таки вот эту свежесть мне хотелось передать в макияже. И по мне кажется, что сияние на коже это как раз-таки тот момент, который придает макияжу ощущение свежести. Я, в принципе, люблю сияющую кожу и думаю, вы об этом знаете, если смотрите меня некоторое время. Тем не менее, мне кажется, что для весны это особенно актуально. И плюс мне хотелось снять макияж, который делается несложно, в нейтральных тонах. Потому что последние мои видео были с такими яркими, насыщенными макияжами. И мне хотелось что-то такое нейтральное сделать. Я очень надеюсь, что это видео вам понравится. Если у вас есть какие-то пожелания для тем к видео, то, пожалуйста, пишите мне здесь или ВКонтакте, или в Инстаграме, где угодно. Я обязательно увижу ваш комментарий и постараюсь снять видео на эту тему. А также, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мне это очень приятно и мне это очень помогает в развитии моего канала. Я надеюсь, что видео вам понравится. Если хотите узнать, как я сделала этот макияж, то оставайтесь. Вначале я наношу сияющие праймеры. Это от L'Oreal. Очень классная вещь. Стоит не очень дорого, при этом придает деликатное свечение лицу, которое видно сквозь тональную основу. Я распределяю этот праймер по всему лицу пальчиками. И затем наношу тональную основу HD от Make Up For Ever. Это их новая формула. Она более пластичная, полегче, чем предыдущий их тональный крем. Его я наношу с помощью мокрого бьюти-блендера по всему лицу. И, кстати, у меня есть мысль снять видео о сравнении этого HD и предыдущего. Если вам интересно, то ставьте лайки, пишите комментарии. Я обязательно попробую такое видео снять. Затем для коррекции подглазного пространства использую персиковый корректор от MAC. Он поможет скорректировать синий подтон. Я наношу на самые глубокие места на подглазном пространстве и растушевываю подушечками пальцев. Затем воспользуюсь консилером от Urban Decay, который называется Naked Skin. Очень классная вещь. Покупайте. Прям супер советую. Это примерно такой же по покрытию консилер, как MAC Pro Longwear. Только он полегче, не так подсушивает. И также не забивает из мимические морщинки. Если вы не знали, у нас недавно открылся в Атриуме Urban Decay. Также есть корнер Urban Decay в Цуме. Поэтому Urban Decay есть в Москве. Бегите, покупайте. Я распределяю консилер с помощью того же Beauty Blender. И остатки консилера наношу на подвижнение, на вообще верхнее всего века. Это будет играть роль базы под тени. Затем все лицо я закрепляю с помощью пудры. Это прозрачная пудра от Nars. Она легкая, и мне она нравится тем, что в ней тоже есть такие, знаете, сияющие частицы, которые придают дополнительное сияние. Они как бы усиливают дополнительное сияние на лице. Обязательно закрепляю консилер под глазками и уже начинаю макияж глаз. В качестве нашего переходного оттенка в складке века использую тени от Bobby Brown в цвете Camel. Не каждому этот цвет понравится, но я его очень люблю и давно не использовала. Мне как раз хотелось весь макияж построить вокруг него. Использую пушистую кисть, наношу этот цвет в складочку веку от внешнего до внутреннего уголка. И также этот цвет с той же кистью наношу на нижнее веко. На всем подвижном веке использую тени от L'Oreal из линейки Infallible. Светлый жемчужный цвет. Эти тени просто прекрасны. Они очень насыщенные, металлические, шелковистые, хорошо держатся. И наносите их лучше с помощью пальчика, потому что тогда пигмент лучше передается на кожу. Затем я прохожусь еще раз кисточкой без дополнительных теней, чтобы убедиться, что цвета между собой хорошо растушеваны. И для того, чтобы затемнить внешний уголок и складочку века, использую тени от Essence. Цвет, не помню, коричневый и название цвета будет написано внизу. Я затемняю внешний уголок также немножко, складочку века и снова возвращаюсь к предыдущей пушистой кистью. Прохожусь по рисунку тушевки для того, чтобы стереть границы, для того, чтобы все наши переходы были плавными. Затем для того, чтобы поставить блик под бровь и во внутренний уголок глаза, использую снова тени от Essence. Они белого цвета и они не блестящие, но они, знаете, такие сатиновые. На самом деле очень удачная текстура теней, потому что под бровью я не люблю блестящие тени. Но эти тени, они не прям матовые, но они очень красиво переливаются, не сразу заметно. В общем, цвет будет написан тоже внизу. Я эти тени поставила под бровь и во внутренний уголок глаза. И также по нижней слизистой я прошлась бежевым карандашиком от Rimmel Scandalize, который waterproof, то есть он хорошо держится и не уплывет через 2 часа с нашей водной линии. Теперь перехожу к бровям. Использую карандаш от Anastasia, который не механический, а обычный. Он называется Perfect Brow. Как всегда, делаю нижнюю линию четкой, верхнюю линию не делаю четкой, чтобы бровь не смотрелась грубо. Обязательно около начала брови я легко совсем давлю на карандаш, чтобы бровь начиналась постепенно, чтобы она смотрелась более натурально. Делаю короткие движения, имитирую волоски и затем закрепляю брови подкрашенным гелем от Essence. Очень хороший цвет для блондинок, не отдает в оранжевый, хорошо держит брови. И уже после этого я завершаю макияж глаз тушью от Lancome, который называется Hypnose. Как я уже упоминала, весна у меня безоговорочно ассоциируется с сиянием на лице. Соответственно, этого сияния я пыталась добиться любыми средствами. Сегодня я не буду использовать скуловой корректор, а буду использовать бронзер, причем который содержит шиммер. Это бронзер от Physicians Formula. Он содержит шиммер, но вы знаете, это не такой глиттер кусковой. Это очень деликатное тоже сияние, оно не бросается в глаза, просто кожа очень приятно переливается. Я наношу этот бронзер по всему периметру лица широкими движениями. Не наношу под скулы, потому что тень не может быть оранжевой. Это именно бронзер, который придает нам такой, знаете, загорелый, отдохнувший вид. Затем наношу румяна, это румяна от Milani, они тоже персикала цвета и с переливом. Очень прекрасно вливается в нашу гамму макияжа румяна. И потом в качестве характера использую Mary Luminizer. Любимый продукт многими и мной также. Это золотое свечение, мне так кажется, что тоже оно сюда в тему. Я ставлю влик на скулах, на подбородке немножко, немножко на кончике носа и уже над верхней губой. Кисточкой для пудры без какого-то продукта прохожусь по румянам и по бронзеру, чтобы немножко стереть границы и перетушевать между собой эти два продукта. И так как у нас сияющая кожа и достаточно такие активные глаза, я хотела оставить губы матовыми, поэтому я ограничилась лишь карандашом. Это натуральный цвет, карандашик от Rimmel. Очень приятный цвет, который подойдет и на каждый день. И под такой вот нейтральный макияж. И на этом наш образ готов. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось, что вы макияж повторите. Пожалуйста, пишите мне, давайте общаться. И всем до встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok